и так далее. То есть, уже тогда для русских не составляло проблему построить нормальную функциональную дорогу. Видите, по ней не то, что можно пройти, можно и проехать. Чего не скажешь в некоторых современных дорогах внутри кварталах по Белостоку. Вот. Ну, а в одном месте такие столбы заменены на гранитные, чистые шестертические соображения. Образцы таких столбов можно найти на политехе. Наверху, там, где такие две волны крестные, на рядовой площадке на паникуляре. И возле памятника героям обороны Касана с 1938-1939 года, которые на Эдишелье остановили, но это кто знает, где это место проходит. Это практически на маяке, там, где рядом АЗС и Котензе. Вот. Ну, и вернемся к крепости. Вот, 1905 год, Россия проедет в Японии, отдает Собственно, отказывается от порта Артура, отказывается от дальнего, отказывается от половины Сахалина и отказывается иметь мощный порт на поладе Орстоке. То, что было тогда, это была картонная коробка против существующего, сейчас построенного потом в 1910 году бронежилета. на атаку, ну, как бы, аллегория. Вот. Подошли грамотно к этому делу, подумали над всем, выделили деньги и так далее. Деньги затраченные на строительство крепости в проекте 1950-го года укрепления, даже не сопоставимы с теми деньгами, которые тратятся ныне, ну, ныне на строительство саммит АТЭС. Толщина бетона в некоторых местах перекрытия составляет почти там максимально доходит до 4,5 метров. На третьем порте, если кто ходил, там есть правый редукт и там есть в разрезе подгрустерная галерея, где буквально 2 метра составляет подгрустерная галерея и все остальное в порядке 4 метров бетона перекрытие на дню. Вот. Строилось примерно следующим образом, как сейчас строятся каркасные монолитные дома, возводилась опалубка и заливался бетон. Все это же, конечно, пускалось не розами, не китайцами, не на освасти, на хозах битых, а использовалась здесь третьяшка канатная дорога, опоры которой сохранились частично в лесу, в том числе различные колодцы для противовесов. Вот. И также различные там механизированные средства, бетонные шаги... Миша, не уходи вперед, пожалуйста. Миша, не уходи вперед, пожалуйста. Потому что я снимаю. Вот. Вот. Применялись специалисты и так далее. Зарплату рабочим платили вовремя, а во избежание того, чтобы люди тут не сильно богатели и там, на этих золотых рублях и не пьянели, все деньги перечислялись обратно семьям на запад. в итоге было построено один из портов. Сколько там? Шесть опорных пунктов. Ну так, условно. И... Блин, по батареям я не скажу. Вот. В итоге никто на нас не напал. Ну, пытались. Ну, не, не пытались. Даже стреляли один раз. Нет. По-моему, нет. У нас один раз стреляли японцы. Это было в 1904-м. В 1905-м году. Причем даже кого-то убило. Девушку к женщинам какую-то убило. Да. Вы про что? Да мы про... Он говорит про атаку японских на нос. Короче, японских кризидио. Да-да. Корпоратив ДВФУ. Что, пойдем, когда на... Прикольно. Я вот думаю, насколько они загадят тут все. Можно на обратном пассажире? Да нет, тут весь день, наверное, будут. А вот это, которое... Это двойная перестала, которое надо бревать. Это бревать, смерть. То есть надо... Вот то, что место на... На четырех километрах там где-то на одном городе у нас было. Там такое... Движка, конечно, там вытверяется, где... Прямо там как-то максимально было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова